Магистром у нас теперь вечером занимается, как вечерники раньше, с 17-20 и 6 лет, а вечерники раньше занимались 6 лет, так что так все, новое, 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 и так получилось, вроде как и новое, а все вроде похоже на старое. А наши дневники теперь изучают философию, я имею в виду вот наши, кроме наших факультетских, а все другие факультеты, онлайн, значит они заучники. У меня вот товарищ, Толгов Виктор Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, был первым проектором университета, он узнал, говорит, ну что ж, дневники стали заучниками теперь, вот сидите и там нажимать кнопки Вера, Надя, Люба, в зависимости от того, что вы выберете, какой ответ. Так вот, главная претензия, которую я предъявляю по конфликтологии к конфликтологам, то, что они не конфликтологи, потому что они выбирают в юристов. Вот они прочитают Трудовой кодекс и рассказывают, что там написано. А Трудовой кодекс написан не для того, чтобы люди делали то, что там написано, а чтобы люди, когда делают что-нибудь, они должны законы не нарушать. А в законах не написано, что делать. Закон на вопрос, что делать, не отвечает. Он отвечает на вопрос, чего нельзя делать. Будете не то делать, государство будет вас душить. Вот и все. Так то есть, а что надо делать, это вот мы должны с вами сами придумывать, что делать во всей своей жизни. Поэтому конфликтологи, вот я хочу поставить, кто это такие? Вот вы кто? Ты философ или нет? Частично. Нет ли что? Частично. Что значит частично? Правая сторона у вас философия, которая ко мне обращена, правая, да? Вот это философская атака какая? Как это частично? Как вы себя распилили на две части? Частично или полностью вы философ? Так, кто не из философского факультета, с института философии, прошу выйти отсюда. А что сидите тогда? Ну вы-то сидите, а вот другие молчат. А что сидите тогда? Ну как, вообще вы расписание смотрите, там написано программа философии. Не видели? Потом под ней идет конфликтология. Не видели, нет? Вывод какой надо сделать? Философ. Ну вот, правильный вывод. Это правильный вывод. Тут некоторые товарищи еще молчат. Это что такое философия? Это один вопрос. А что такое конфликтология? Это другой вопрос. Как они соотносятся? Конфликтология, это... Если она изучается на философском факультете, а не на другом, это прикладная философия. Философию можно к разным вещам приложить. Сидеть вот на заваленке и философствовать, дескать. А все течет, все изменяется. Это одно. А можно приложить это к изучению конфликтов-то. И к их разрешению. Потому что все ведь противоречиво, как учат философию, да? Все? Все противоречиво? Ну вот раз все противоречиво... Вот вы конфликтологи, да? Сколько вы уже отучились? Полгода? Что такое конфликт, знаете? Сейчас проверим все. Учились вы зря или не зря? Негативный способ взаимодействия. Что значит негативный способ? Какой негативный? Никакого негативного. Я забрал, его несу к себе. Что тут негативного? Позитивный способ. Знаете, вот ничего у меня не было, а теперь две авторучки. Это лавнодоварищ говорит, что это негативный способ взаимодействия. Почему негативный это? Что тут негативный? Самый, что ни на есть, крупный конфликт, какой есть вообще в мире. И в истории самые конфликты. Самые крупные конфликты, которые втягивают в себя миллионы. И все через них проходят. Война не самая крупная. Мировая война, и то не весь мир захватывает. Правильно? А какие конфликты захватывает весь мир? Вот, и вот, конфликтологи. Вот, ну как мне тут жить быть? Полгода вы уже конфликтологи, и не знаете. Я бы спросил, что мелочь такую там, где не видать. Я бы самый крупный. Ну, самый крупный, это можно про них сказать? Вот там что-то у вас было хорошее. А? Социальные. Ну, социальные, конечно. Какие социальные? Самые крупные социальные конфликты, это как называется? Я думаю, самые легкие вопросы задают. Ну, самые легкие какие? Вот, не то, что там надо копаться, а вот просто вот самое крупное, самое массовидное. Вот уже ответили социальные. Как называются самые крупные социальные конфликты? Классовые. А? Классовые тоже правильно. Самые крупные, мы социальные, это классовые конфликты. Как самые крупные классовые конфликты называются? Как называется самые крупные? Как? Борьба. Ну, что, борьба, она, броди. Ну, как, ну, борьба, она все время течет. Конфликт, это же не просто текущий, а? Конфликт интересов. Только интересов. У нас интересы конфликтует, а мы с вами дружим. Понятно. Так, так как называются самые крупные классовые конфликты? Ну, что, не знаете? Вот даете вы. Если бы я был конфликтологом, я бы тут раз, и крючок был, я бы повесился сразу. Ну, как так? Все правильно, все подошли, и вот встали перед. Вывод тоже. Самый крупный классовый конфликт. Как называется? Вот, спасибо. Есть. Вот с ней буду дружить. Революция. Почему? А через нее еще все проходят. Ну, сначала весь мир был первобытно общенный, как был устроен? Первобытно общенный коммунизм. Правильно? Да? Потом за первобытно общенным коммунизмом последовал рабовладельческий строитель. Ну, все перешли от этого к этому. Всех затронуло, что не было конфликтов, когда вас в рабов начнут превращать. Не будете конфликтовать? Будете, наверное, были свободные граждане все. Общая общественная собственность была. Потом раз, и классовый-то начался конфликт какой-то. Образовался класс рабов. Хорошо он строился, демократию сделал. Демократия на кого распространялась? На рабов распространялась? Нет. Там подчинение меньшинства большинству. А если вы рабыня, то вообще вы не человек. Ну, так? А если вы, мы с вами только рабовладельцы, и вот он. А все остальные вообще никто. Правильно? Говорящие орудия. Они там восстание. Вот он хотел восстание устроить, Спартак. И устроил. Но восстание было, а революция не получилась. И вообще, так сказать, революции победоносных, эти вот, рабы не смогли сделать. А в итоге революция-то все равно произошла, социальная, да? После рабовладения произошел феодолит. А феодолизм не было, что ли, буржуазных революций, которые уничтожили феодолизм? Через них же все прошли. Все, весь мир. Весь мир прошел. А через буржуазные революции прошел. Через социалистические революции пока еще не весь мир прошел. Но, во всяком случае, это вот такие конфликты, которые охватывают всех. И вот я встречаю конфликтологов, которые уже полгода изучают, и самое крупное не заметили. А что вы изучали? А это почему вы не заметили? Потому что вы начали с мелкоты. А надо с большого, с крупного. Мы сейчас начнем все сначала с крупного. Почему? Для этого изучается философия. И вот Александр Иванович попросил, чтобы я у вас читал философию, поскольку я буду и конфликтологию читать, потом социально-трудовые конфликты и технологии их регулирования. И читаю много лет по заданию кафедры конфликтологии. И, соответственно, меня просили раздел написать о том, что такое конфликт. Товарищ Алейников, знаете, профессор, вот он меня просил, и я написал, и там написано в книжке, которая издавалась кафедрой, что конфликт это, во-первых, противоречие. Правильно? Противоречие. Какое? Я вам одно, вы мне другое, я вам одно. Это противоречие? Да. А, есть противоречие, а конфликт? Нет, мы хорошо поговорили. Какой конфликт? Да, вот у него, смотри, вот я у него взял, а он человек умный, говорит, да ладно, отдастся, а не отдастся, и черт с ним. Такие бедные стали, профессора пусть подавиться двумя ручками. Никакого конфликта нет. А я думал, сейчас он начнет драться со мной, нет. То есть не любое противоречие – конфликт. Любой конфликт – это противоречие. Но не любое противоречие – конфликт. Правильно? А какой противоречий – конфликт? Открытые. А? Открытые. Правильно, открытые. А что, не открытые, у нас есть противоречие. Он говорит, это его, я говорю, это мое. И мы с ним так сидим и рассуждаем. И никакого конфликта нет у нас. Нету конфликта у нас. И у нас с вами открытые противоречия. Я вам одно говорю про то, что такое. Какой самый крупный конфликт? Вы мне другое говорили. И вот с ней у меня нет только конфликтов. Противоречия. Нету. А вообще еще я конфликта ни с кем не получил. Или есть у нас с кем-то конфликт? Поднимите руки, с кем у нас конфликт? Никто не поднимает. Я тоже не поднимаю ни за никого. У нас же идет что? Спор. А спор – это что? Это конфликт? Кто-нибудь знает, что такое спор? Вы никогда не спорили? Вот скажите, пожалуйста, что такое спор? Если вы скажете, что вы не знаете, я не поверю все равно. Но спор – это столкновение каких-то противоположных мнений. Прямо сталкиваться надо так. Прямо сталкиваться. Ну уж прям. Ну мы сидим вот и разговариваем. Вы одно, я другое. Вы одно, я другое. Это разве не спор? Зачем нам сталкиваться? Как-то вот так конфликтно настроены. Конфликтологи – это что, разрешают конфликты или создают? Это что, разрешают конфликты? Нет, создавать без вас создают конфликты. Дай Бог нам их разрешить, а вы еще хотите создавать. То есть это что такое? Это спор – это неурегулированные разногласия. Неурегулированные. Ну мы одно, я другое. Гласим, я глашу одно, а вы гласите другое. Что это такое? У нас разные глашения, да? Разногласия. И все. А где нет разногласий? Да разногласия – это постоянно и у всех. Чтобы мы не начнем обсуждать, будут разногласия. Правда? И что, у нас сплошные конфликты, что ли? Не надо усовуевлять. Конфликт – это не всякая разногласия. Это спор. Спор в споре рождается истина. Так что вовсе не надо считать всякие споры конфликтом. Хотя, каждый конфликт, он, конечно, предполагает разногласия. Понятно, разные, разные позиции. Так вот, конфликт с философской точки зрения. Вот раздел, который я написал в книге кафедры конфликтологии. «Конфликт в зеркале социальной философии», так называется мой раздел. «Написано, это противоречие, обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяет с аргументами силы». Обострившиеся противоречия. Не просто, оно и так может обостриться там. Ну что вы до сих пор не можете ответить? Это уже обострившиеся. Но не до такой степени, что я начал хватать и кидать в вас что-нибудь. Правильно? А это уже, если я начну кидать студентов, это точно конфликт. Ну конечно, если вы будете стоять на такой позиции, а мне все равно, а мне ничего, то может и не получиться конфликт. Иногда такие люди успокаиваются, потому что это выглядит совершенно по-идиотски. Представляете, вот пришел лектор и стал кидать авторучки и чехлы от чехов студентов. Ну так все студенты пожали плечами, конфликта не получилось. А потом уже и сам преподаватель подумал, что-то он как-то, надо себя по-другому вести. Иногда не надо, иногда надо и не отвечать на какие-то действия, правда, враждебные. Может быть они перестанут быть враждебными. Ну а иногда ты по-другому не обойдешься, так что приходится конфликтовать. Революция – это положительное действие? Что-то вы задумались. Контрреволюция – отрицательное действие, а революция – положительное действие? Это переход же к более высокому строю. Что тут думать? Что вы думаете, о чем думаете? А, вы на половину философ. Или я не прав? Ну, смотря как их рассматривать. Рассматривать с позиции общественного прогресса надо рассматривать. А какое у вас положительное? Лишь бы карманы набить? Тогда, конечно. Когда, конечно, если я набрал денег у вас, нахватал, а вы сделали революцию, и меня отобрали, то я, конечно, возмущен. Мы же должны оценить не только результаты успеха. Мы должны вопрос о положительном рассматривать с точки зрения развития человечества. Вы должны выше... А вы только на половину философа. А вы сделаете здесь целый философ. И как целый философ, вы должны понимать, что мы должны не свою личную точку зрения, узкую, принимать. А есть линия общественного прогресса. Есть она такая линия? Прогресс и регресс. Вы различаете, нет? Прогресс – это что? Приход из внешнего, высшего. Вот. Переход от низшего к высшему. Это даже вот то, что вы сказали, называется не просто прогресс. Это вообще развитие. Движение низшего к высшему, простого к сложному. А в каждом развитии есть противоположные движения. Вот посмотрите на меня и на себя. Вы развиваетесь сейчас? Развиваетесь. Вот. Но мы с вами умираем. Причем на меня посмотрите, это больше похоже, что мы умираем. На ваш посмотрим, меньше похоже. Но вы же прекрасно понимаете, что наше движение, мы больше знаем, больше умеем и так далее, и так далее. А в то же время вас все будут поздравлять с днем рождения. А потом, когда будет вам за 50, за 60, скажут, что вы меня поздравляете. Надо выражать сожаление, а вы поздравляете. То есть, вы же тоже понимаете, что прогресс и регресс, они существуют в развитии, в любом развитии, есть прогресс и регресс. Но, если прогресс превалирует, то это действительно происходит движение низшего к высшему. А если превалирует регресс, то в обратную сторону. Если революция – это скачок человечества и царства необходимости, там, царства свободы, да, это скачок в развитии, то контрреволюция или реставрация – это есть движение вспять, и закрепление этого движения вспять. Я неправильно говорю? Нет? Что-то я неправильно сказал? Но мы к этому еще вернемся, мы сейчас забегаем вперед. Значит, пока я вам представлюсь. Я профессор кафедры социальной философии и философии истории нашего института, а, соответственно, и университета. Вот. Доктор философских наук. Ученый звание у меня профессор по кафедре экономики и права. Поэтому, поскольку речь пойдет у нас о экономических конфликтах, то это тут нам пригодится. И я являюсь президентом общественного объединения фонда «Рабочая академия». Зарегистрирован в 1994 году, которая предложила свой проект Трудового кодекса, и мы набрали в Думе 189 голосов депутатов, заняли второе место. То есть, как раз, так сказать, с такими вещами занимались, которые связаны с разрешением социально-трудовых конфликтов. Ну, информация у меня, соответственно, есть по этим самым социально-трудовым конфликтам из первых рук. Зовут меня Попов Михаил Васильевич, и я у вас буду принимать экзамен. А экзамен будет проходить так. Вы выберите из списка вопросов, которые у меня есть, которые я вам сейчас дам, потому что я приготовил у вас программу. Кто у нас староста? Вот, вы староста. Ну вот, я с вами буду дружить. А вы, а через вас и со всеми остальными. Вы сможете всем разослать, да? Сможем. Или нужно еще экземплярчик? Нет. Нет, вы разошлете, да? Если что, вдруг там будет сбой, тогда есть еще. Так, и там есть список вопросов. Длинный-длинный, большой, больше ста. Вы из этого списка вопросов без конфликта выбираете, без конфликтно выбираете себе два любимых. На экзамен приходите, даете мне два листочка. Я смотрю, читаю, если мне очень нравится, я ставлю отлично. А если что-то мне не нравится, а вы, наверное, заметили, что мне много, может, что-то не понравится, я начинаю спрашивать. Ну, если все, человек отвечает, я ему ставлю отлично. Два листочка, два ответа на два вопроса. На каждый вопрос один ответ. Тут это вот выглядит очень либерально, бесконфликтно, такой способ приема экзаменов. Поскольку, если бы вы тянули билеты, и потом бы вы сказали, вот, я не тот взял, я тогда возьмите другой балмир. А тут вроде как, все хотели, то и выбрали. Красота. Но это значит, что если вы любимой своей не можете осветить вопросы, что надо думать про остальные вопросы, что вы вообще не знаете, правильно? То есть это такой какой-то нехороший способ. Не кажется, это хорошее, но оно самое такое. То есть вы любимое-то излагаете уж. Причем этот вот способ, который я практикую, он близок к защите, скажем, курсовых работ. Вы же тему курсовой сами будете выбирать. А не то, что вы будете писать на эту тему. Ну, курсовую надо же от души писать. Правильно? По любви, а не так, что кто-то навязал. Ну, а дипломную работу свою. Ну, если по любви же будете выбирать. Вот если выберете какую-то дырянь. Это вам противно даже видеть это что-то. Хотя, ну, может быть, это неплохая вещь. Но это невозможно же написать. Будете мучиться. Надо, чтобы это было интересно вам самим. То есть вы делаете то, что вам интересно, проверяете, насколько вы правильно это все делаете. Это вот нормально совершенно. Используйте своих преподавателей для того, чтобы они вас продвинули вперед. И для того, чтобы подтвердили, что вы на верном пути. Правильно? Хороший способ. Ну, а если кандидатская диссертация, что вот кандидатскую диссертацию будет участие. Я вам буду давать тему, или вы будете брать тему. Вы будете предлагать, что вам интересно, а я буду думать, как эту тему сделать, чтобы она была проходимой. Чтобы вы могли ее защитить по этой теме, как ее лучше сделать. То же самое, ну, докторская тут уже тем более. Никаких научных руководителей. Докторскую вы, как говорится, выбрали сами, мучаетесь сами. Но сейчас бывают научные консультанты. А что такое научные консультанты? Я вам поконсультировал, а дальше как хотите, так и делайте. Хотите, тоните, хотите, взлетайте. Это ваше дело. Ну вот. Так что вступительная часть, будем считать, у нас закончена. И я могу назвать, сказать, каким путем мы пойдем. Мы пойдем от простого к сложному, или от сложного к простому? Вот вы у нас знаете, как. Это простого к сложному. Вот, она, все правильно говорится. Это простого к сложному. Потому что она, она вообще знает, что такое развитие. А развитие, развитие, это вот и есть главный предмет философии. Главный предмет философии, это, можно сказать, изучение движения, всеобщих, всеобщие законы движения природы, общества и мышления. Вот всеобщие законы природы, общества и мышления изучают философии. Всеобщие. Это не все понимают, что такое всеобщие. Я долго не понимал. Можно сказать, недавно понял, что это такое. Вот вы, например, всеобщие или не всеобщие? Не знаю. Не знаете. А я знаю. Можно я про вас скажу? Вот, ответьте мне на вопрос. Вы отличаетесь от женщины? Нет, вроде бы. Чего? Нет, вы как-то так, это вроде бы. Ну, что это такое? Это университетская у нас, какие-то неопределенности. Нет, я точно не отличаюсь. Ну, конечно, не отличайтесь. Вы? Вы женщина как особенная. Вот и все. Особенная. Более того, особенная это может быть, как? Например, вот вы брюнетка. Это особенная женщина, особенная. Ну, вы не вообще брюнетка, а вы конкретная. Ваша фамилия как? Лобокова. Вот. А это единичная уже. Так вот, единичная отличается от всеобщего? Отличается? Нет. Чего? Отличается. Вы отличаетесь от женщин? Ну, что вы говорите? Чувствуется, что у вас философская подготовка хромает. Ну, как вы отличаетесь от женщины? Вы конкретная, сыр? Вот как раз вы настоящая женщина. Это всеобщее как раз. Вот вы это единичное, самое богатое выражение этого. И бывают женщины вообще. Бывают какие-то конкретные женщины. Правильно? Сначала мы берем особенные, которые какую-то одну определенность берем. Потом берем. Ну, не хотите про женщин? Про яблок расскажу. Это же философия. Философия, пожалуйста. Берем яблоки. Это всеобщее. Нет никаких вообще яблок. Они всегда какие-то конкретные. Анисовка, Антоновка, Зимний Банан. Да? И всякие другие. Спрашивается, Антоновка – это яблоко? Яблоко. Значит, это всеобщее. Но Антоновка отличается от яблок? Нет. Ну, я такой же вопрос задаю. Нет, Антоновка от яблок не отличается. Но я взял не вообще Антоновку. У меня нет вообще Антоновки. У меня есть одна Антоновка. Вот она у вас. Тут доставили ее. И вы можете ее на завтрак есть. Да? Она отличается от яблока? Нет. Но она, во-первых, это яблоко. Во-вторых, это Антоновка. А в-третьих, единичная. Она и Антоновка, она и яблоко. То есть всеобщее – это не то, что вы как куда-то уходите от единичного. А всеобщее, оно всегда и в единичном, имеет и единичное и особенное. Так вот, когда мы говорим, что философию изучает всеобщее, это не значит, что она не будет изучать ничего единичного. Она в этом единичном. Вот если я вас… Вот вы человек, человек звучит гордо. Я вас как человека хочу изучать. Это плохо? Неплохо, правда? Что вот я вас буду как человека воспринимать и изучать. Не просто изучать. А, это студентка, я поставлю два. А вы скажете, ну, во-первых, я человек. Это правильно. Ну, как это вот, вы решили поставить два, еще у меня ничего не видели и не принимали. Как вообще такие даже, вообще, примеры даже можно тебе проводить? Правильно? Нехорошо. Извиняюсь, да. Это разве плохо чувствовать себя человеком всеобщим? А бывает, что ли, человек иначе, как в конкретных людях? Бывает человек? Так, вы к человечеству принадлежите, нет? Да? Да. А что, бывает человечество, кроме как, вот, в виде конкретных людей? Не бывает. А человечество бессмертно? И вечно. Так? Чего вы-то улыбаетесь? Ну, правильно, что вы не грустите, а улыбаетесь. Правильно, хорошо. Но человечество бессмертно и вечно, правильно? Ну, вы как вот, как представитель человечества, вы бессмертно и вечно, я правильно понимаю? Как нет? Ну, как вот. Вы же что-то сделаете, принесете человечеству какую-то пользу. И войдете в историю человечества. И так все люди. А как вы еще понимаете развитие чего-то? А вот вы развитие, у нас специалист по развитию. Объясните, пожалуйста, как надо понимать развитие? Девушка не понимает. Из вашей же группы. Как вы так? Вы как-то общаетесь между собой? А вы-то принадлежите к человечеству? Вот, она-то точно принадлежит к человечеству. Она знает, что она будет жить вечно. А как еще мощно, Григорь? Вот почему говорят, Ленин, он вечно живой. Так потому что он все, что написал, то и читает. Потому что то, что вы напишете, то и будет то, что останется от вас. А если вы не напишете ничего хорошего, от вас ничего не останется. Или не сделаете ничего хорошего. Ну, дети у вас будут. А дети, в детях вы же вечно будете жить. А у детей будут дети, внуки и так далее. Вы там назад отмотайте. У вас мама есть? Есть. А дальше? А бабушка? А прабабушка? Ну, я не буду доводить там до первобытных людей, конечно. Ну, это же все вы или нет? Вы включаете в себя вот своих родителей или родители в себя вас включают? Ну, вас мама немножко включала в себя, но недолго. А вы ее включаете. Потому что вы же похожи на родителей. Потом вы результат их. Результат вы. А раз результат включает в себя то, результатом чего он является. Ну, вы и от мамы, и от папы. То есть вы их произведения. Раз вы их произведения, значит, они в вас включены. Вот и всегда смотришь, когда едет мамочка, особенно от консультации там. Тонацию чуть-чуть помоложе, а там совсем молоденькая мамочка лежит. Такая же точно почти. То есть развитие в этом смысле. Если об обществе мы говорим. У вас сущность биологическая или социальная? Сущность у вас биологическая или социальная? Так, ну, к вам вопрос. Вы животное или растение? Чего? Чего? Человек. Я не спрашивал вас, человек или нет. Я спрашиваю, вы животное или растение? Или вы что, не животное и не растение, что ли? А человек что, не животное? Ну, пускай будет животное. Что значит пускай будет? Интересное у вас отношение к истине. Пускай будет. Пускай будет дважды два-четыре. Ну, пускай будет дважды два-четыре. Ну, как вы? Ну, хорошо. Я, например, не растение. Я сразу честно говорю. Чтобы у вас не было за что у вас. А то вы подумаете, что у вас преподает в социальной философии растение. А еще скажете дуб. Я знаю, к чему это ведет. А я вам, не порвать, что-нибудь плохое сказал? Нет. Ну, так вы же, я же не сказал, а вы же не гриб? Нет. А грибы чем отличают? Грибы – это растение или животное? И растение, и животное. Как это? Ни растение, и ни животное. Вместо того, чтобы сказать и растение, и животное, а вы взяли ни растение, ни животное. Ну, у них же состав почти как у мяса, да? Белки. Это во-первых. Во-вторых, вот вы белок можете вырабатывать? Да. Да это ладно, не рассказывайте. Это вот береза может вырабатывать белок. Вы перерабатывать можете его? Да. Вы создавать можете из воздуха? Да. Да, минералов и воды. Создавать можете белки? А то, ну вот, а то вы уже напрашивались на то, как дуб. Как будто вы там дуб создаете, белки. А вот в этом смысле мы, с одной стороны, выше, чем растение, а с другой стороны, вот мы без растений-то. Почему? Или там без низших животных. Сосиски едите, едите. Это же сосиски, это же кто-то. Это животные тоже были. 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 Вот иногда говорят, у человека биосоциальное существо. Вы тоже биосоциальное существо? Вы как? Вы так тоже говорите? Нет. А как вы говорите? Все такой скрытный народ пошел. И что ж, сейчас мне экзамен-то. Сейчас никто, никаких двоек никто не поставит. Все скрывает что-то такое. То есть не узнаешь, кто вы, что вы за люди. Может, вообще не студенты тут собрались. А похоже на студентов. Маскировка. Маскировка такая. Вы не в ЦРУ работаете, нет? Как-то очень из вас трудно вытянуть что-то. А вам сказали, не выдавайте только. Особенно экзамены не выдавайте. Иначе, говорит, поставят оценку. Как вы-нибудь. Так. Так вот непонятно все-таки. Так как правильно говорить? Человек-социальное существо или человек-биосоциальное существо? Как лучше говорить? Ну, выбирайте. Биосоциальное. Так. Хорошо. Значит, биосоциальное, потому что он биологическое существо. Да? А раз он биологическое, в биологическом существе химические процессы идут? Так, ну, конечно. Химические. Идут, правильно? Кислород усваивается у вас? Усваивается. Завтракали? Химические процессы идут? Пищеварение идет? Идет. Давайте тогда будем про вас говорить, что вы. Социо-био-химическое существо. Логично? Ну, или химико-био-социальное. Логично? Ну, раз вы там, раз вы, вы же как и сказали, раз я, раз я животное, ну, высшее, там, разумное, народящиеся, общественное и так далее, то я био-социальное существо. А раз био-социальное... Виктор Иванович, после лекции позвоним, ладно? Вы же как рассуждали, раз я животное, значит, био-социальное. А раз у вас химический процесс, то вы химика-био. Но химические процессы не определяют нашу сущность, а биология определяет. Сущность ваша биологическая, вот это новость. То есть вы как бы сущность ваша животная. На биологическом, на генетическом наша сущность на части же определяется. Сущность на генетическом уровне определяется? Да. Да. Ну, значит, а генетический уровень – это уровень животных, а не социальных. Значит, вы – биологическое существо, никакое не социальное. Все с вами ясно. Вот все ваше развитие. Только говорили, говорили развитие. Оказалось, что у вас... Ну, генетический уровень – это уровень, это то, что передается по наследству. Социальные качества передаются по наследству? Что вы говорите-то? Что вы говорите-то здесь? Социальные генетические передаются. Генетические. Так вот, социальные качества, они генетически передаются, или от человека к человеку, в процессе воспитания. Социальные качества. Но если бы вы попали в Маугли, вы были бы Маугли, и пять лет прожили бы вместе с волками. Получилось бы у вас потом генетически стать человеком или нет? Нет. Нет, конечно. Почему? Потому что не генетически передается человек, который не воспитывается людьми, никогда человеком не станет. И это проверено уже историческим опытом. Вот Маугли это и есть, так сказать, как раз пример. Например, человек начинает становиться человеком тогда, когда мать начинает его кормить грудью. Так? И разговаривают с ним. Зачем с вами разговаривают, когда разговор генетически передается или родители с вами разговаривают? Генетически. Много бы вы тут наговорили. Генетика определенно оказывает влияние на мою способность. Влияние, да, есть такое понятие философское – предпосылка. А влияние на вас оказывают другие люди. Человек есть продукты, обстоятельства и воспитания. Вы не продукт воспитания? Нет? Вас не воспитывали родители? А общество вас не воспитывало? Воспитывало. Ну вот, вот вы и есть продукт общественный. Сущность человека – общественная или биологическая? Вы по сущности человека или только с виду? Другими словами я спросил. По сущности. По сущности. Значит, сущность ваша какая? Социальная. Сущность человека в общественных отношениях, Маркс написал. Сущность. А конкретный человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Написано в Тейсах и Вера. Обстоятельства и воспитания. Некоторые вот запомнили из марксизма, что бытие определяет сознание. Во-первых, это неверно. Бытие первичное, а сознание вторичное. Такой Тейс материализма. А вот общественное бытие определяет общественное сознание. Если у вас феодальное общество, то и сознание феодальное господствует. Только это. А отдельный человек, ну, это его зависит от того, как в какие он условия попал. Социальные. Декабристы какому классу принадлежали? Дворяну. А вы за что выступали? За интересы дворяна или за освобождение крестьян? Крестьяна. Особождение крестьян. А по чему? Это вытекало из, так сказать, их положения, из бытия, или это вытекало из обстоятельств их жизни? Что они достаточно умные, прогрессивные. Вот они стояли на теории развития, как вы. А вы еще не последовательно стоите на этой теории. И как люди прогрессивные, они видели, что за этим феодализмом будущее. Уже в Европе ужасная революция, а эти все тут кругом крестьяне несчастные, и земли им не дают. И они же не просто за это выступали, они с жизнью рисковали. И некоторые поплатились, так? За что они сражались? За генетику, что ли? За генетические, скажите, поды? Или они за народ выступали? Народ. Сущность человека общественная. Это сущность. Но вы не знаете, что такое сущность. Это философия объясняется, что такое сущность. Мы еще до этого не скоро дойдем. Сущность непосредственно не дана. Ваша сущность дана непосредственно. Вот я посмотрел, так сразу сущность и видно. С одной стороны, она является сущность. Тогда то, что является, называется как? Явлением так и называется. А чтобы познать сущность, надо через это явление проникнуть. Я вот пытаюсь всегда достучаться до вашей общественной сущности. Это тяжело мне дается. Хоть вы и признали, что у вас сущность общественная. Потому что дальше по этой дороге, как вот начинают говорить, биосоциальные. Поскольку еще человек не только животное, но еще и, так сказать, химические процессы. Можно сказать, химико-биосоциальное существо. А физические идут процессы? Вы в курсе делаете, что энцефалограмму, если вот снимают, то определяют, какие токи двигаются. Токи двигаются? У вас токи есть электрические? Есть. Тогда, значит, это физико-биосоциальное существо. Так. Руку можете помахать? Вот мы, механику, все, механику, физико-химико-биосоциальное существо. Хочу вам привести такой шуточный пример. У меня есть товарищ, такой профессор Казенов, который заведовал кафедрой философии социальных коммуникаций Торгово-экономического университета. Пока его не присоединили к Политехническому университету. И мы с ним действительно члены Петровской академии наук и искусства. Вот мы идем на съезд с Петровской академии на Крестовском острове. Приходим там, в гостинице, а в гостинице киоск. И в киоске продают матрешку. Матрешка такая. Путин. Открываешь? Ельцин. Открываешь? Брежнев. Открываешь? Хрущев. Открываешь? Сталин. Открываешь? Маленький-маленький Ленин такой. Больше не открывается. То есть, вы же настаивали, что вы сами развитая. Мы же находимся наверху развития. Что значит развитой? Значит, мы включаем в себя все другие формы развития. То есть, вы общественные, вы биологические, вы химические, вы физические. Вы механические. Вам плохо от того, что у вас все есть? Это полное богатство у вас, как у человека. Так? А вот еще, еще у вас жизнь, как у человека, как представителя общества, как у общественного существа, вечная, вечная жизнь, навсегда. Вы в своих делах что-нибудь хорошее сделаете, и это останется. И так у всех. Вот скажите, вот Чайковский. Он гениальный композитор. Мы об этом еще будем говорить, но и сейчас можно сказать. Кто такой гениальный человек? Кто гениальный человек? Создал то, до чего не догадались другие люди. Вот, до чего не догадались. Ты же догадался, что два, два, четыре. А потом выясняется, что я не первый. Значит, я не гениальный. Понял. Ну, это как-то так мелковато. Кто такой гениальный человек? Ну, талантливый человек должен быть, во-первых, да? Талант. Сможете сказать, что такое талант? Ну, это очень развитые способности в какой-то сфере. Да, человек, обладающий какими-то способностями. Например, вот Гитлер талантливый человек. Картину он нарисовал? Вы картину нарисовали? Нет? А Гитлер нарисовал. У вас книга есть? А Гитлер есть, Майнкамп он написал. А полководец хороший Гитлер? Не особо. Ну, как не особо? Четыре года сражался с могучей армией советской, с Красной армией. Четыре года. И долго не могли его побить. Не смог же? Как и не смог. Он доходил в блокаду тут, вон в Ленинграде были. У меня мать была, в блокаду жила. Это дойти надо было до Ленинграда. Такое силище. Нет, ну как? А как вы оцениваете интерес на способных военачальников? Те, которые могут организовать такие мощные военные. Конфликт колоссальный был. И в этом конфликте как тяжело? Нам тяжело или легко пришло? Если бы ты слабый военачальник, мы бы быстренько его раз-раз и разбили. А мы быстренько разбили? Или четыре года была война? Ладно, не принижайте вы их врагов. И когда вы врагов принижаете, вы тогда победители принижаете. Детка, ну это... Да у нас ерундовские полководцы. Просто Гитлер был слабый полководец. Я правильно вас понял? Куда вы клонитесь? Такого вы не сказали. А куда-то подводите к этому. А зачем вы к этому подводите? Так вот, а Гитлер гениальный человек? А? Как идеолог, да. Вот, видите, уже все-таки вы его... Что вы вообще его... Значит, полководец плохой, идеолог гениальный. Значит, вы не знаете одного положения очень важного в истории закрепленного, что гений и злодейство несовместимы. Несовместимы. А вот она знает, что... Она же на теории развития стоит. С теорией зрения теории развития. Гениальный человек, который не просто способный, а который, используя свои способности, сумел продвинуть человечество вперед в какой-то области человеческой деятельности. И не просто что-то хорошее сделал, а продвинул человечество вперед. Ощутимо. Да? Правильно? У вас правильно такая теория? Я правильно его говорю? Вот, она все правильно понимает. Это гениальный человек. Ну, так если вы продвинете человечество вперед. Ну, и человечество вас всю жизнь будет помнить. А что помнить, как вы там кушаете, как вы в столовой ходите, вы ходите, приходите, одеваетесь. Это, что ли, вы хотите, чтобы запомнили? Или хотят человека, вы как человека себя проявляете в том, что вы для общества сделаете. Правильно? Ну, то есть у вас есть все возможности войти в бесконечную жизнь человечества, в историю, чтобы вас всегда помнили. Ну, как вот великих, то есть Аристотеля же помнят и читают. Так, геометрию изучали? Да. Ну, кто эту геометрию вам учебник написал? Кто? Фамилия? Ивклит его фамилия. Где он, когда жил? В Древней Греции. Архимеда закон, не слышали такой? Архимед, когда жил? Тоже в Древней Греции. Так они, вот они вот, они наши современники, то есть мы вот, мало того, еще нас заставляет изучать закон Архимеда. Так, геометрию Пифагора, знаете? Ну, в чем состоит? О, Пифагор открыл, а он не знает. Пифагор, он великий. Ну, так что? Геометрию Пифагора не знаете? Ну, кто-нибудь знает? Ну, даже вот, хотя бы в шутейном варианте, там, Пифагоровые штаны во все стороны равны. Но они все не в шутейном. Никто не знает геометрию Пифагора. Вот, учитесь. Учитесь. Вот, если у вас будет трудности с математикой, вот обращайтесь. А если дальше будут какие-то проблемы, вот я, матмех, кончал, товарищ, который записывает тоже, мы с ним с одного курса. Математика механического факультета его закончили. В 1968 году. Поэтому мы немножко старше, чем вы. Чуть-чуть. Но мы помним теорему Пифагора. А могли бы забыть. Ссылаясь на, дескать, мы в таком уже возрасте. Так. Ну вот, теперь нам нужно вернуться к началу снова. Начинаем там из простого. Да? И идем к сложному. Или наоборот, от сложного к простому. От простого. Что самое простое? Самая простая категория философии. Какая? Ну вот, я не погрешу против истины, если я сейчас объявлю, что самая простая категория философии, с которой мы начнем, бытие. Какое в самом начале оно? Бытие. Если я в самом начале уберу, какое оно? Самое простое бытие какое? Есть такое, но это вы не знаете. Потому что это уже простое изучать, это вы не изучали. Вы же сразу со сложного имеете дело. Самое простое бытие – это чистое бытие. Это то бытие, о котором только я вам сказал. Бытие – и все. А раз бытие – и все, я успел сказать, что есть, а что есть, не успел еще объяснить. Вот это вот самое простое бытие – это чистое бытие. Это первая категория. И, наверное, вы заметили, если ходили или заглядывали в философию, или, так сказать, слышали что-то по философии, что есть такое понятие материи, которое, если оно, оно с одной стороны самое простое, а с другой стороны оно охватывает. Что? Все, что есть. Вот то, что есть, называется материей. То, что есть, то единое, что есть. Энгельс говорил, что единство мира и его материальности. То единое, что есть – материя. Некоторые товарищи, знатоки философии, приводят такое высказывание Ленина из книги «Материализм, империя, критицизм». Что вот материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. И думают, что это определение. Но товарищи, видимо, не знают, что такое определение. И не знают, что такое развитие. И что развитие – это от простого. А если я скажу, что материя – это объективная реальность, я должен знать, что такое объективная. А значит, должен знать, что такое субъективная. Должен знать слишком много. Он слишком много знал. Так, дальше. Реальность. Вы слово «реальность» знаете, что такое? И что, не знаем мы, что такое реальное. Это более сложная категория, чем материя, чем бытие. Данное нам. Нам? То есть надо про нас всё знать. Чтобы знать, что такое материя, надо знать и про вас, и про меня. И про нас всех. Много. Надо знать. Это ради простоя. Данное нам. В ощущениях. Ещё и ощущения надо знать, что такое. Ну, это здорово. То есть надо, когда всё так много знать, поэтому это не начало. Поэтому простое начало, самое простое начало, вот с чего начинает философия, она начинает просто с бытия, с чистого бытия. И в этом смысле вы можете это чистое бытие, либо понимать, как это делают материалисты, что вот материя – это и есть бытие, и всё. Вот бытие – это материя. А некоторые, и этих философов, которые говорят идеалистами, они считают, что первично идея. Идея. Тогда это идеалисты. Вот, скажем, система Гегеля построена так. Есть идея. Общая система Гегеля, философская, она большая. Не наука логики, которая относится, собственно, это единственный труд, который можно и так истолковать. И материалистический, и идеалистический труд Гегеля. Наука логики Гегеля. А вот вся философская система, что есть идея, она противоречива, потому что пока всё противоречиво. И поскольку она противоречива, она через разрешение своих противоречий доходит до материи, до объективного. То есть до материи. И вот это объективное развивательство, развивательство, развивательство доходит до человека. Человек, как развившаяся материя или развившаяся идея, субъект, познаёт самое себя и всё. Материю, и тогда идея приходит сама к себе. Идея, познавшая своё себя. И круг завершился такой. Там была не развитая идея, а здесь развёрнутая идея. Вам должно понравиться. Правильно? Идёт движение. От не развитого к развитому. Всё. Ну вы в школе математику проходили? Проходили. Мимо? Если даже не мимо проходили, то знаете, что в математике есть понятие такое. Рациональное доказательство. Раз, раз и доказал. И нерациональное. Пишешь, пишешь. Я однажды сдавал экзамены. Ну забыл я, какое там доказательство было у теорема. Помню, что оно короткое было. Я его доказываю. Страница вторая, третья, четвёртая. Сидит экзаменатор, доцент. И всё думает, где тут я что-то неправильно сделал. Потому что явно я не по той дороге пошёл. Листал, листал, пять листов пролистал. Убедился, что я доказал. Поставил мне, грустно, поставил мне, отлично. Я потом пришёл домой и посмотрел. Доказательство, там буквально три строчки. Ну это нерациональное. Вот есть это рациональное, а это нерациональное. Вот, допустим, вам нужно прийти в Москву. Ну, можно пойти по дороге через Балтию, можно в противоположную сторону. Вы знаете, что земля круглая, да? Ну, если пойдёте, только не забудьте валенки взять, потому что там в Антарктиде прохладно. Ну и так, под девочку какую-то всё-таки, сами знаете, какая температура. Ну и дойдёте же до Москвы. Это нерациональный будет ход. Так что сделали Маркс и Энгельс? Ну, они не сами до этого додумались. Они всегда очень всегда помнили, кто это внёс. Вот вы внесёте вклад в науку, и все будут вечно помнить, что вы внесли. Фейербах взял и раскритиковал Гегеля. Репетициал книгу такую, сущность христианства. А до этого Маркс и Энгельс были молодогегельянцы. Ну вот как вы, вы же молодые. И Гегель вам нравится, правда? Там, а что он вам нравится? Ну, почему бы ему не нравится? Всё-таки у него такая красивая система. И они прочитали Фейербаха. И стали младогегельянцами. Вот иногда вы можете прочитать, что Маркс и Энгельс, они перевернули диалектику Гегеля. Я бы сказал так, что Маркс и Энгельс, когда они прочитали Фейербаха, они сами перевернулись. И из стоящих на голове, то есть идеалистов, стали на ноги, стали материалистами. Поэтому Гегель-то чего ему переворачиваться? Он создал свою бочную систему и, как говорится, на этом почил. И будет жить вечно. И живёт вечно Гегель. Вот. А Маркс и Энгельс прочитали Фейербаха и стали материалистами. Материалистами. Но какими они стали материалистами? Им такими материалистами, как Фейербах, не нравилось быть. Потому что он ничего не включил в себя в богатство идей, которое было у Гегеля. А Гегель разработал диалектику. И настолько он глубоко её разработал, что Ленин, например, в конспекте науки и логики написал про него, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Понимаете как? То есть, кто развивал философию? Ну, то одни. Вот были идеалисты, были материалисты. Платон вот был идеалист. Но Платона надо изучать? Платон тоже внёс свой вклад. Был демокрит, который атомы открыл, так сказать. В этом смысле его. Он материалист. Но развитие философии шло и стараниями и тех, и других. Тем более, что формально опровергнуть, скажем, формально опровергнуть идеализм, последовательный или материализм, невозможно. Вот есть ещё ведь такие непоследовательные реализации этих течений. Например, есть такое течение идеалистическое, которое называется субъективным идеализмом. Не так, как у Гегеля. Вот есть идея, она развивалась, развивалась и до вас развилась, и до меня. И мы с вами обеседуем теперь. Нет. Согласно епископу Беркли, всё, что в мою голову попадает, всё попадает через какие-то ощущения. Или через оседание, или через зрение, или через обоняние. Так, ну всё. Или через слух. Поэтому я могу считать, что никакого мира нет, а весь мир есть только мои ощущения. Вот вам кажется, что вы тут сидите, да? Нет. Вы у меня тут. Я как бы во сне. Представляете, я сейчас сплю и вижу группу конфликтологов. Все тут сидят, за столами. Вы улыбаетесь у меня во сне. Так отлично. Мне так приятно, что вы улыбаетесь. Так хорошо. Только бы не вставать и не идти на работу. И вы можете меня опровергнуть? Как вы будете меня опровергать, если вы мои ощущения? Вы у меня во сне. То есть опровергнуть это немыслимо. Потому что вот вы будете что-то говорить. Да это, я говорю, все ваши звуки, они же через ухо проходят, они вот здесь у меня ваши звуки. А то, что я вот на вас сейчас гляжу, это мне кажется, что на вас... Вы у меня просто здесь, вот там, вот здесь, в ощущениях. А вот сейчас вы думаете, я вас толкаю. Да нет, у меня такое в пальцах ощущение, что вот я до него дотронулся. Так у меня все ощущения. Вот комплекс ощущений. Вот и все. Все, что есть вокруг, это... И поэтому опровергнуть логически невозможно. А поэтому никто и не опровергает. Эту теорию. Никто не опровергает, потому что никто, на самом деле, практически этим не пользуется. То есть она вот формально логически непровержима, и она хороша в этом смысле, что она показана, что люди в практике своей, на самом деле, ученые, естествоиспытатели, люди, которые преобразовывают мир, так или иначе, они стихийные материалисты. Стихийные материалисты. И задача состоит в том, что они были не стихийные, а диалектические материалисты. То есть они бы впитали вот то, что сделали и в том числе идеалисты в разработке диалекции. Но если они будут только диалектики и диалектические материалисты, то они еще только будут на уровне Гегеля, только перевернутого. А если перевернут, это еще и полдела. Надо, чтобы этот материализм охватил и область общественную, а не только человека. Что первичная идея или материя. А общественная область, вот ее-то, собственно, рассмотрели Маркс и Энгельс и применили диалектический материализм к области общественной, к социальной. И тогда получился исторический материализм. То есть исторический материализм – это материализм, примененный к истории. Или диалектический, диалектико-материалистический метод, примененный к истории. Вот так сложно. И что он гласит? Самый первый тезис «Диалексика материалистического и исторического материализма» гласит, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот главная посылка исторического материализма. Вот основной вопрос в философии звучит так, что первичное, что вторичное, бытие или материя? Материя или сознание? Материя, отвечает материализм. А здесь говорится не о том, что первичное, что вторичное, а о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. А индивидуальное сознание что определяет? А вот что вы будете, чему доработаете пока вы тут учитесь, то и будет. Правильно? Потому что человек, это написано у Маркса в тезисах о Фербахе, что человек есть продукт, обстоятельства, воспитания. Что вот этот тезис исторического материализма, он к обществу в целом. Что общественное бытие определяет общественное сознание. Если вы живете в буржуазном обществе, какое сознание это общество? Буржуазное. На выборах кто победит? Ну и все. Я вот ходил, и кто выиграет? Кто выиграет? Ну спросите вот человека, знающего. Спросите, а нам объяснится. Ну что вы, ребята, спорите? У нас общество какое-то. Экономика буржуазная, буржуазная. Значит, идеи господствуют какие? Буржуазные. Когда я буду голосовать, я буду руководствоваться идеей же. Ну вот таких большинство и будет голосовать за буржуазные партии. Буржуазные партии победят. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Надо успокаивать людей, чтобы они не волновались. Капиталистов особенно надо успокоить, что у них все будет нормально, все пройдет. Вот была пенсионная реформа. Это против кого была? Против меня или против вас? По секрету у меня пенсия уже есть. Она не против меня, потому что, дескать, мне еще говорили, дескать, вот у нее отберут тысячи и вам дадут. Вы же еще, вам все равно, вам не жалко, потому что вам еще до пенсии далеко. А когда будет недалеко, вот тогда вы поймете, что у вас отобрали. Так вас отберут-то пять лет, а пять лет-то это пять на двенадцать, это шестьдесят в месяцах. А в месяц у нас в пенсии четырнадцать тысяч. Считайте, сколько отберут у вас лично? Уже отобрали, вернее, уже приняты закон, все. У меня-то не сколько, у вас сколько отберут? Восемьсот сорок тысяч. А неплохо бы это. А вот сразу. Вот так еще это заранее, еще вы их не создали, а у вас уже отобрали. О как! Еще вы, это с вашей будущей зарплаты будет вычтено, и вы же сами это заплатите. Вот так. А кто? А кто это решил? А Дума? А Думу кто выбирал? Вот вам спросите, у нее Дума выбирали в соответствии с общественным бытием. Кто выбирал? У кого деньги? Кто выбирает? Вот если у меня деньги, и мы с вами будем участвовать в выборной кампании. Какие у меня будут плакаты? Какие у вас? У меня будут плакаты цветные, вот так, висеть высоко. Чтобы ваша команда их не сорвала. Так. А ваши будут эти черненькие, тут висеть низко. А вот сколько вам надо в день-то, чтобы вы срывали чужие плакаты и вешали мои? Нисколько. Я думаю, мы таки с вами сможем. Вам нисколько не надо, и не надо. Найдутся без вас. Пять тысяч в день дают студенту. Нормально? Ну что, я вам сказки рассказываю. Прохора, вы знаете миллиардера? Как вы думаете? Как он быстро подписи собрал? Да как, как. Вот вы пойдете к этой станции метро, вы к этой, вы к этой, вы к этой, вы к этой. В пять тысяч в день идите, ничего плохого. Это же вы не за Прохорова. Это же вы только за то, чтобы его включить в список. А дальше голосуйте против него. То есть вы никакими принципами тут не поступаетесь. А заодно и немножко подзаработаете. Пять тысяч в день – это нормально же. Потом быстро это пройдет компания. Потом уже все. Раз, раз – и Прохоров собрал. И такие глубокомысленные развесил плакаты, которые запомнить невозможно, потому что там мысли нет никакой. И пролетел. Ну и что? Это как бы ему несколько миллиардов. Это шутка была. Так что какая проблема? Никакой проблемы нету. В общем, если по поводу выборов, вот, консультируйтесь. Все будет нормально, все хорошо. Выборами еще никто никогда к власти не пришел. Другой класс. Или пришел. Опять же консультируйтесь. Никогда. Ну, вот, у Ленина есть специальная работа, этому посвященная. Называется «Выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата». Большевики ведь какое место заняли на выборах в учредительное собрание? Они в это время уже были мощной такой партией, влиятельной. В 17-м году выборы. Они же и организовывали. Ну и как? Какое место получили? Второе. А власть кто взял? Большевики? Ах. Ну, грубо говоря, Ленин как объясняет? Очень материалистически, говорит. Ну, вы представляете, что такое государство? Вот мы возьмем государство. И мы не сумасшедшие. Мы понимаем, чтобы управлять Россией, надо иметь на своей стороне большинство. Правильно? Ну, вот мы возьмем, значит, государство. Мы, значит, землю дадим крестьянам. Крестьяна будут за нас. Ну, они когда будут за нас. Когда мы землю дадим, крестьяне так просто скажут. Вот я большевик, голосуй за меня. Да пошел ты. Нет, я вам землю даю. А, землю даете? Ну, они противные, но... Ну, что, в общем, мы за них. Так. Рабочим в фабрике. Хорошо. Контроль сразу рабочим введем. Мир народам. Ну, вам надоело воевать? Сколько народов уже погибло? А сколько родственников погибло в войну? Все, приканчиваем это дело. Кто объявил? Больше никто не объявил. Только большевики объявили. В окончании войны. И предложили всем, опубликовали все эти договоры, скрытные. И предложили всем мир сделать. И долго пытались мир этот сделать с Германией. С большим трудом. Потому что, так сказать, мало того, что Германия пыталась, значит, это все-таки продолжать войну. А еще и Троцкий со своей идеей «Ни мира, ни войны», и Бухарин, что мы пойдем революционной войной, мы будем войной там делать революцию. Разве революции войной делают? Бывает, что война способствует революции, но не войной делать революцию. Совсем другое. А Ленин говорит, у нас есть живой ребенок, а мы сейчас его бросим в топку революции и пойдем. Вот это да. На седьмом съезде. Потому что там Дзержинский, стальной Дзержинский, которого, вы знаете, у нас памятник стоит. У нас в Ленинграде его оставили. В Москве там у них культуры меньше, они его сломали. И вам памятник. У нас и царю стоит памятник. Надо памятники ломать. Это же культура. Это же художественные ценности, правильно? Вообще вашему поколению художественные ценности не нужны. Вот царь Петр, вам мешает? Нет. А еще царь там стоит на Исаакиевской площади. Тоже вам не мешает? Ну, хороший же царь. А Ленин около Финляндского вокзала стоит. Вот правительство наше буржуазное быстренько денежки нашли и пальто ему починили, когда взорвали. Семь миллионов. Там же взрыв был, пальто взорвали. Так что, теперь попробуйте вы подойти к Смольному. Там загородка, а там стоит памятник Ленина. Там написано «Диктатура Польтериата 17 и 27-й». Вас туда не пустят, если нет пропуска в Смольный. Охраняет. Памятник культуры. Ну, а всякие там Ленина и памятники, которые делали плохие, их не охраняет. Ну, искусство – это искусство же. Так. То есть мы с вами не хотим, чтобы наш материализм был таким грубым. Он одно дело – общественное бытие определяет общественное сознание, а ваше сознание и чем определяется? Чем? А вот обстоятельства и воспитание. Вот вы попали в университет, это обстоятельства. Сидите в хорошем помещении, никто вас не выгоняет. Тоже обстоятельства. Кто кого? К вам. Вам преподавают. И воспитание от чего зависит? От чего только не зависит, правильно? Обстоятельства, может быть, как и встретили человека, который на вас повлиял. Может такое быть? Может. И повлиял решающим образом. А до этого, скажем, вот так жизнь тянулась, а потом пошла в другую сторону. Все может быть, правильно? То есть для индивидуальных, отдельных единиц никаких законов нет. Тот же Дзержинский, вот на этом съезде, который я вам, про который говорил, в седьмом выступал, я вообще-то, говорит, согласен с Бухарином, не согласен с Лениным. Но Ленин сказал, что он тогда уйдет и обратится к князям партии, если мы не заключим мир. Поэтому я вообще-то согласен с ними, но голосовать буду за Ленина. И проголосовал. Всякое бывает. То есть бывает, люди отступают или где-то мучаются, противоречивых бывает. То есть исторический материализм вовсе не говорит, что люди как винтики, если вы сидите на этом, то это определяет ваше бытие. Или как некоторые говорят, это вообще генетически предопределено. То, что я вам лекцию читаю, у меня было генетически, на генетическом уровне предопределено. И там даже написано, если я расшифровать этот ген, там написано, будет читать комплектологам лекции. В 2019 году. Такого не было записано. Это мне руководство института догрузку такую дали. Это в генетическом коде не содержалось. Вообще я не предполагал, что буду. Я вообще-то закончил математико-механическое в коде. Поэтому точно было там. Или там было записано в коде, что я потом буду кандидатом экономических наук, потом доктором. Как вы думаете? Это очень смешно. Так. Ну вот. Это мы с вами сделали некоторый общий обзор. Того, как вообще, так сказать, чем мы должны заниматься. Мы же подбираемся к социальной философии. Уже даже подобрались к самому методу исторического материализма, как изучать социальную философию, да? И уже рассмотрели, что есть разные уровни развития материи, разные уровни движения материи, да, восхождения ее. Есть механическое движение, причем механика какая будет? Есть элементарные частицы, да, механика этих, элементарные частицы или физика. А есть механика небесная, там, крупные тела, да? Механическое движение, раз. Раз. Дальше пошло физический уровень развития материи. Это или элементарный, или атомный уровень. А если химия, уже не атомный уровень, а какой? Молекулярный. Молекулярный. Из атомов молекулы состоят. Но, вот скажем, натрий. Вы держали в руках натрий когда-нибудь? Вот я, например, не только держал. Я в школе, значит, нашел, где она там лежала, у химички, положился ее в карман. Да, что вот, поехал в больницу, потом он у меня вспыхнул, там был. Такое было, большое было мероприятие. Ничего страшного, зажило постепенно. В третьей степени очаг. Так, это химия, натрий. Само сгорается на воздухе. Могут и не загореться, но может и загореться. Но мне не повезло. Так, хлор. Сейчас вот про Сирию пишут, хлором, дескать, если хлор. А хлор, это ядовитый же газ? Желтенький такой. Хлор. Ядовитый. Так, соединяем натрий с хлором. Вот этот натрий, который вот такой, и хлор ядовитый. Что получаем? Поваренную соль. Поваренную соль. Вот этот натрий с хлором-то насыпьте себе в супчик и спокойно кушайте. Хоть бахны. Да? Почему? Уровень, получается, есть батерии другой, молекулярный. Там это было все вредное, а здесь все полезное. Вот, так сказать, если воду разложить на атомы, что будет? Водород улетел. А кислород? Ну, кислородом можете дышать. А пить хотим. А нет воды. И что? А все. И небо. Все. Это уровень другой, химический уровень. А там идет дальше биологический. Кого больше, людей или червяков? Червяков. Вот больше всего вот этих. Кто их только не ест? Птицы едят, рыбы едят. Наедятся. Куры едят червяков? Мы на одной ступени только от этих самых кур. А кур и червяков мы кур. И чем сочнее червяки, тем сочнее куры. Это хорошо кормленные куры. А если нету такого, плохая еда, так невкусные куры. Но мы уже куры едим, ничего. Сосиски из кого делают? С химией? Или все-таки живые существа? Сосиски как делают? Не знаете? Я тоже уже не знаю, из чего делают эти сосиски, которые есть невозможно. Так, по идее, как идеалисты сказали бы, по идее, надо бы этих самых овец и баранов гнать по коридору. А там, на самом входе, на мясорубку, там стоит, туда козел ведет. Козел идет впереди. Дальше за ним бараны. Они хорошо идут, когда впереди кто-нибудь идет. А потом там дверца козла раз в сторону, а эти так дальше и закричали. И там раз-раз, все. И оттуда уже выходит, ну там, нитрит, нитрат, поташка, зенат, натрия добавить. Костную муку. Вы можете определить, сколько костной муки положили в колбасу? Не можете. А это вот высший уровень, общественный. Тут сидят люди, химичат. Тут и химию применяют. Ничего страшного не будет, если там будет треть костной муки. Она же не вредная. Просто она никак не усваивается в вашем организме. И не надо в вашем организме усваивать. Важно, чтобы мы деньги получили за то, что вам продали. Сейчас какая задача, что я должен делать? Сейчас какая цель производства, какая? Прибыль получить. Вот прибыль, чем меньше мяса в колбасе, тем больше прибыль. Логично. Вот товарищи говорят, что сколько я не наблюдаю, как заезжают на колбасный завод грузовики. Никогда не везут мясо. Везут такие кубы. Там шкуры, хвосты, копыта. Из них там уже химичат колбасу. Вы читаете, из чего колбаса состоит? Елку лучше. Есть. Вы сначала читайте, и потом, когда прочитаете, есть не будете, сэкономите деньги. Вот там. Недавно была публикация о том, что, скажем, почему столько народу ходит с палочками, у них суставы все болят. У нас производство мяса все меньше и меньше говядины. А курятины с ростом почти такой же, как в Советском Союзе. Ну, свинины тоже идет рост. Но еще не покрыли тот уровень, не достали, но идет. А говядины, вот, в начале 90-х годов было 20 миллионов коров, а сейчас 9. А колбасы стало меньше или больше? Ну, это разные понятия, колбаса и мясо. Вот, а в говядине коллаген, который необходим для суставов, и для того, чтобы суставы хорошо работали. Ну, вот, недостаток. То есть мы различаем с вами различные уровни развития материи и гордимся, что мы высший уровень с вами. Я вас к этому подвожу, чтобы мы... Человек это звучит гордо. Мы с вами относимся к высшему, общественному уровню. И сущность у вас общественная. Хоть вы с этим еще и не измирились, но есть люди, которые с самого начала считают, что сущность их общественная, и они гордятся этим. Что у меня не мелкая животная сущность какая-то, а что я какой-то животный. Что у меня есть две руки, две ноги, глаза, уши. Чем вы удивите-то? Обезьян все это есть, правильно? И уши, и глаза. У меня тут дочка, мы с ней вместе пошли, уже взрослые дети у нее. Мы с ней пошли в зоопарк с ее дочерью. И вот она начала разговаривать с обезьянами. Ну, с ними надо медленно разговаривать так, медленно. Открыла сумочку, достала... Чем подкрасывает брови, губы, и начала им показывать. Там сразу эти обезьяны начали смотреть на это. И она медленно... Какой-то мальчик прибежал, что-то стукнуло, они как-то говорят, вон, что на стекло. Чтобы он не мешал поговорить с человеком. И с волком начало говорить. А он там свободный. Валерий рядом там, явно какой-то кусок барана окровавленный лежит. Он говорит, волчок, хороший. Человек – это же высшее животное. Он со всеми может разговаривать, правильно? А сущность у него общественная. Но есть еще люди, которые думают, что у них сущность биологическая. Ну, генетика-то входит в биологию или... Ну, вот. Все-таки, да. Ну, вот. А мы с вами будем изучать с вами в нашем курсе социальную философию. То есть те всеобщие законы природы и общества и мышления, которые проявляют себя где? В обществе. Почему? Потому что мы, как конфликтологи, что должны делать? Мы же к общественным конфликту будем, а не драки между двумя петухами. Правильно? Мы не это будем изучать. Мы будем изучать социальные конфликты. Социальные, правда? У нас конфликты в ходе наших занятий прошли, какие-то социальные? Нет? Ничего, все нормально. Не, ну были споры? Были, конечно. Не без споров. Споры же в спорах рождаются, истинно, но этого нет. А вот конфликтов у нас вот не было. Я думаю, и не будет конфликтов. Какие есть вопросы? Подозрительно. Нет вопросов. Такое не может быть, чтобы я всю науку изложил. Раз. Второе. Такого не может быть, чтобы вы вообще ничего не поняли. Два. Такое не может быть, чтобы вы поняли, и так поняли всеобщее, что у вас не осталось ничего непознанного, потому что вообще, как учит философия, идет познание, способность к познанию бесконечна, но до конца, и по способности можем все познать, все познаваемо. Но время нашего познания конечна, а познание бесконечна. А вопросов нет. Это о чем говорит? Что надо лекцию заканчивать. На том мы и заканчиваем. Спасибо за внимание. Спасибо.